эксперт диалог продолжает свою работу и сейчас поговорим немножко про логистику наталья добрый день добрый день каких результатов удалось добиться за последнее время в направлении сотрудничества с поставщиками сети перекресток спасибо за вопрос вообще взаимодействие с поставщиками это топовое направление стратегическое для логистики для цепочек поставок поэтому действительно много что было сделано в этом году я думаю что этот год с учетом контекста очень сблизил поставщиков и розницу если отвечать конкретно твой вопрос начну наверное с того что мы ушли в стратегию максимальной открытости с поставщиками это касается и открытости в данных и взаимодействие по совместным проектам и решение проблем как с одной так и с другой стороны но вот если быть в частности мы запустили очень интересную программу программу имплант мы анонсировали как раз год назад на такой же конференции мы спешно запустили с 19 поставщиками этот проект в пилотном режиме и суть заключается в том что сотрудник поставщика находится на территории сети проходит обучение получает доступ расширенный к информации который не один поставщик раньше не имел доступа и собственно работает как сотрудник сети но естественно в интересах своей компании над своим портфелем это позволяет выпукло выделить проблемы как на стороне сети так и на стороне поставщика и за счет этой максимальной открытости позволяет высказать выстроить максимальную предсказуемость друг друга и таким образом это позволяет нам лучше сервис то есть имплант поставщики показали результаты лучше чем категория на 5-9 пунктов зависимости от категории в сервисе если говорить про доступность продукта на полке то для сухих категорий то есть для долгосрока там доступность увеличилась почти на 2 процента а если говорить про категории свежих продуктов там на 6 процентов то есть это то что позволяет увеличить оборот также программа позволила снизить уровень потерь как для производителя так и для сети и снизить товарные запасы это как раз вот история того что философия открытого взаимодействия с поставщиками работает другим блоком которым активно занимались течение этого года было разработка портфеля логистических решений для поставщиков есть достаточно много элементов неэффективности в цепях поставок как со стороны производителя так со стороны розницы которые каждая компания отдельно взята не может адресовать но если посмотреть на это как на единую цепочку поставок можно найти очень интересные блоки вот в частности мы запустили такие решения для поставщиков как высокие палеты нестандартные палеты а либо наоборот палеты с микс продуктом это решение которые направлены на определенные потребности поставщиков например там для поставщиков с легким портфелем как раз очень важно иметь хорошую утилизацию машин поэтому высокие палеты это решение специально для них созданная поставщикам у которых очень широкий портфель низко оборачиваем часто продукции выгодно чтобы на одной палете было несколько позиций вот такого рода решения как раз решают проблемы эффективности логистики для поставщиков в разные там централизации провели поменяли где-то частоту поставок например там по молочке для того чтобы увеличить эффективность как раз опять-таки на фоне вот этой общей открытости позволяет позволяет нам находить вот эти совместные решения что еще было сделано в прошлом году нам поставщики четко подсветили проблему это возврат оборотной тары может потому что помнишь год назад проблемам было подсвечено практически везде мы создали специальный центр который она занимается процессами принципе отстроили процесс с нуля подписали доп соглашения с поставщиками о том как работаем или многие процессы в цифровизацию сейчас я вижу что у нас во первых процент приросли к объему возвращаемая оборотной тары на 30 процентов год-году я вижу что у нас сейчас четверть поставщиков уже прошла все финансовые сверки по вопросам оборотной тары у нас очень сильно снизился долг перед поставщиками по оборотной тары таре и в принципе здесь однозначно прибавилась порядка видимо позитивную обратную связь стороны поставщиков но хотя я думаю что вот в этой области мы продолжим дальше работать потому что здесь нужно с обеих сторон увеличивать дисциплину работы вот в таком процессе что еще сделали сделали клиентский сервис то есть создали отдел клиентского сервиса по работе с поставщиками здесь как раз и по вопросам сервиса и по вопросам доступности и по вопросам эффективности ну то есть любые вопросы по взаимодействию поэтому тоже на самом деле анонсировали год назад и очень круто сейчас после того как год прошел на самом деле осознавать что это действительно свершилось поэтому самом деле в этом направлении много действительно что было сделано и планы еще больше очень много вот я бы хотела здесь один момент уточнить в этом году я неоднократно от коллег слышала что те кто с товарными запасами те на коне вот при этом я слышу снизить товарный запас вот в случае именно с этим годом стремление снижать товарные запасы на остатках на складах это она так и оставалась или все таки это немножко по-другому вот этот фактор он уже по-другому воспринимался вами тут общего ответа нет мы подходим к этим вопросам достаточно с фактами в руках и с осознанностью определенной то есть вообще вызов по товарным запасам достаточно велик на самом деле в любой ситуации когда увеличивается ощущение кризисности любая компания неважно производитель или розница обязательно смотрит все ли в порядке с наличностью поэтому там рабочий капитал как правило становится достаточно важной темой для обеих сторон если говорить про розницу мы безусловно сейчас испытываем достаточно серьезное давление с точки зрения товарных запасов связано это с тем что произошла серьезная продуктовая инфляция при этом рост оборота не успевается продуктовой инфляции поэтому оборачиваемость капитала снижается и это на самом деле проблема потому что вместо того чтобы вкладывать в развитие там совместного бизнеса мы начинаем фокусироваться на том что вот как бы там лишними товарными запасами не убить свои свои какие-то задачи связанные с рабочими капиталами поэтому что мы здесь делаем есть категории в которых действительно нужно реагировать товарными запасами вот хорошо это или плохо но у нас уже накопленная достаточно большая статистика кризисного управления поэтому мы знаем как реагирует наш покупатель на разные события мы можем с хорошей точностью предсказать а что у нас будет в какой категории в каком регионе как долго это будет длиться поэтому мы сейчас научились реагировать спросом и понимать что если вот у нас определенные изменения идут коммуникации на уровне государства и так далее то нужно отреагировать следующим образом там на несколько недель например повысить там страховые запасы так далее при том это делает не человек у нас разработано цифровое решение которое в этом году было запущено в жизни система пополнения которая анализируя в режиме реального времени ситуацию по товарным запасам автоматически определяет без участия человека а какой правильный уровень товарного запаса на рц какой правильный уровень товарного запаса на полке еще один очень интересный момент который позволяет в том числе управлять товарными запасами но я бы сказала там самоцель даже не товарные запасы а скорее вот доступность продукта на полке на самом деле товарный запас просто инструмент управления доступностью продукта на полке в ситуации волатильности поэтому второй инструмент это наш продукт спрос интеллектуальная система машинного обучения в этом году мы сделали на мой взгляд очень такой большой важный шаг мы научились видеть почасовую доступность на полке то есть по каждой позиции в каждом магазине каждый час страны каждый час мы научились видеть доступность продукта на полке и если мы понимаем что мы где-то ошиблись где-то снизили товарные запасы где-то не угадали с прогнозом то мы научили нашей системы достраивать прогноз на вот это восстановление продаж это позволило нам увеличить качество прогноза значительно улучшить доступность продукта на полке без влияния непосредственно товарные запасы ну и надо сказать что кстати для наших партнеров, поставщиков, тоже очень хорошая новость, потому что мы сейчас открыто делимся прогнозами. Это позволяет поставщикам иметь предсказуемость вообще, куда бежать, что делать, что производить и так далее. Те 19 поставщиков, которые зашли с вами, условно, пилот, это преимущественно были условно сухая полка или фреш? Это и то, и другое. То есть мы намеренно на самом деле сделали микс поставщиков, при том там есть федералы, а есть локальные игроки. Есть фреш, есть сухач, то есть на самом деле реальный микс, потому что хотели проверить ряд гипотез на разных категориях. Программа устроена следующим образом. Первые две недели сотрудник поставщика после подписания всех бумажек проходит интенсивное обучение, то есть мы, в принципе, раскрываем всю кухню управления цепями поставок в рознице. Это достаточно мощное знание для производителя. Потом сотрудник получает доступ всей системы, он видит информацию только по себе, но это самая разнообразная информация, начиная там от уровня товарных запасов, доступности, уровень сервиса, время отгрузки, время хранения, цена на полке, соответственно, ассортимент, где, в каком магазине представлен, все это в динамике, то есть пожалуйста, списание, товарный запас, все. И дальше поставщик начинает, сотрудник поставщика работать, как правило, там три дня в нашем офисе, два дня в своем офисе, то есть гибридная схема вполне приветствуется, и, как правило, сотрудник поставщика выявляет вот эти вот неэффективности в наших взаимных процессах. За каждым поставщиком закреплен свой куратор со стороны перекрестка, совместно с куратором принимается решение о реализации обнаруженного инсайта или дополнительных проверках, и очень, так, с хорошей скоростью мы движемся в сторону изменений. Что меня особенно радует, каждый поставщик нашел какие-то свои специфичные моменты, то есть вот это, конечно, прям очень здорово. Раз в два месяца мы собираем всех имплантов вместе для того, чтобы они поделились общими практиками. Были определенные опасения, когда мы запускали эту программу, я могу сказать, что даже внутри моей команды была определенная нервозность, а как же так мы поделимся с поставщиками, а вдруг найдут ошибки? Конечно, найдут. В этом и суть. И есть ошибки со всех сторон, но важно как раз над этими ошибками работать, а не пытаться их скрывать. А потом было волнение, а как же вот конкуренты друг с другом будут взаимодействовать? Ну, логистика и цепь поставок в целом – это такая прекрасная область, где взаимодействовать лучше, чем конкурировать. Даже если это там в конкурирующих бизнесах, ты можешь сделать эффективность на взаимодействии в вопросах логистики. Поэтому эти вопросы тоже в общем мы решили. Сейчас понимаем, что программа успешна. На следующий год у нас запланировано активное развертывание программы. Мы будем уходить и в регионы, то есть это делать не только для крупных больших поставщиков, а в том числе прям по всей стране для локальных небольших игроков. И в том числе мы будем расширять функциональность. В этом году мы больше были сфокусированы на доступности продуктов на полке на сервисе. В следующем году мы уйдем уже в блок эффективности цепочек поставок в целом, снижение себестоимости этих операций. В общем, планы большие. Ну, про планы совсем в завершении. В прошлом году вы отмечали в качестве проблемы снижения входящего сервиса от поставщиков. удалось ли ее решить? Этот год точно совершенно внес свои коррективы. Я бы сказала, что ситуация усугубилась. И, конечно, я как человек, который, в принципе, пришел со стороны производителя, со стороны поставщика, снимаю шляпу перед теми вызовами, с которыми пришлось производителям в этом году встретиться. Я думаю, беспрецедентное абсолютно давление на вопросы импортозамещения, обеспечения сырьем, упаковкой, оборудованием и так далее. Поэтому в этом году я бы сказала, что мы наблюдаем еще более драматическое снижение уровня входящего сервиса. Но здесь очень важно понимать, что в таких ситуациях бесполезно играть в игру давления. Важно действительно действовать максимально открыто со стороны поставщика. Поэтому наша имплант-программа очень помогла в этом взаимодействии. Ну и в целом задача клиентского сервиса, почему мы создали этот клиентский сервис, для того, чтобы как раз в ситуации, когда поставщик понимает, что у него не доезжает упаковка импортная, или, не дай бог, линия вышла из строя, или еще какая-то есть проблема, мы бы эту информацию оперативно получали и могли бы оперативно переключать спрос на продукты-аналоги в рамках самого поставщика или других игроков категории в зависимости от ситуации. Конечно, вот такое взаимодействие очень помогает, несмотря на низкий сервис, обеспечить очень достойный уровень доступности. то есть несмотря на то, что мы по сервису сильно просели относительно прошлого года, там порядка еще до 12% доходило в определенные месяцы, но при этом уровень доступности на полке мы смогли подрастить как раз вот за счет того, что оперативно реагировали. Ну и уже вот как раз в завершении некие планы, во-первых, планы, вот прям вот это точно собираемся делать, да, и некое пожелание поставщикам уже на следующий год. Ну если говорить про планы, планы идут от основных вызовов, то есть номер один вызов это доступность продукта на полке, то есть несмотря на то, что большинство поставщиков уже некоторым образом преодолели свои проблемы, но они пока что не полностью решены, поэтому здесь очень важно продолжать взаимодействовать в области стабильности цепочек поставок, это касается, как я уже сказала, и развертывания нашей программы имплант, это касается и таких очень интересных пилотов, которые мы начали делать в конце этого года и продолжим в следующем году, это переход на гарантированное долгосрочное планирование с поставщиком, что это значит, что на летаеме реакции поставщика мы согласуем с ним прогноз, и мы со своей стороны даем гарантии, что мы его выберем, а поставщик со своей стороны дает гарантии, что он его нам обеспечит, то есть в данном случае мы делаем беспрецедентную стопроцентную предсказуемость для поставщика, мы научились размещать промо-заказы за 21 день до, что поднимает очень сервис на промо, но таких много моментов, также можно отметить, что в области стабильности это быстрая приемка продукта, мы знаем, что сейчас мы неэффективны в этом процессе, есть явно возможность улучшения, поэтому в этом блоке у нас активное взаимодействие. Второе направление, которое мы продолжим развивать, это логистические решения для поставщиков, на следующий год у нас запланирован достаточно большой блок работы с фро в категории фруктов и овощи, это и зеленые коридоры, это и переборка на наших РЦ, это и фасовка на наших РЦ, это и так называемый value stream mapping, когда мы просто вот от по сути производственного блока до полки полностью вместе рассматриваем процесс, также я считаю, что вот проблемы, с которыми мы столкнулись в этом году операционно, которые повлияли на сервис, несмотря на то, что эти проблемы практически полностью решены, в следующем году нас накроет вторая волна, а именно это вопрос надежности погрузочно-разгрузочной техники, транспорта, IT-оборудования и так далее, поэтому здесь я вижу решение в вопросе развития уберизации в области цепочек поставок, поэтому мы идем в новую для нас историю, это процесс консигнации с поставщиками, по сути, на нашем РЦ выделяются определенные места, куда поставщик напрямую привозит продукт с хорошей утилизацией и дальше, собственно, этот продукт принадлежа поставщика в какой-то момент, когда нам необходимо переходит в продажу, поэтому вот это основные направления, куда мы уходим в следующем году. Наталья, спасибо большое, коллеги, изучайте, пожалуйста, круглый стол про доступность товаров на полке, в котором Наталья также примет участие, на сайте retail.ru вы сможете посмотреть все эти видео и изучайте дальше все материалы, которые мы подготовили в рамках диалога с 5. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok